Советский проезд не может не радовать глаз своими аккуратно подстриженными кустами, в ряд стоящими побеленными липами, но это, как говорится, только фасад. А если заглянуть во двор этой улицы, что мы и сделали? Вот какая предстала нам картина. Дом номер 13 по советскому проезду. Подъезд его расположен с внутренней стороны улицы. Здесь нет большого потока проходящих людей. Только местные жители, входящие и выходящие из подъезда, и бабушки, сидящие на лавочках около него. Вот они-то и забили тревогу. То ли начинающий, то ли непрофессиональный ландшафтный дизайнер потрудился над этим зеленым насаждением. Но факт остается налицо. Жители недовольны его работой. Да и чем тут быть довольными, сетуют пенсионерки. Это лавочка, их любимое место встреч. Здесь они проводят время почти каждый день. Поэтому изменения в худшую сторону в зеленом оформлении придомовой территории они заметили сразу. Да тут зелень как было хорошо-то, цвело. А сейчас что там, сушняк оставили, а это вырезали. Ну, разве так можно? Мало зелени. Зелень нам очень нужна при таком транспорте. Да и качество работ оставляет желать лучшего. Самое-самое зеленое. Шиповник с ягодками, еще кустарник зацветал. Понизу у нас шли кустарнички такие низкие. Все посрезали. И с другой стороны оставили сухие ветки. Хаотичная стрижка кустарника бросается в глаза сразу. Странный выбор формы. Эдакая легкая небрежность. Выборочное укорачивание макушки кустарника сирени. И при этом большое количество сухих веток, так и оставшихся на своем месте. За разъяснениями мы позвонили в управляющую компанию. Презко кустов по правилам и нормам содержания зеленых насаждений производится два раза в год. Это по весне порезается сухостой. И осенью под затурку в зимний период выгоняется на одном уровне. Если что-то так не сделано, нужно просто оставить переделать. И действительно, на следующий день все недочеты были устранены. Территория около двора теперь выглядит намного опрятнее. Срезаны сухие ветки. Теперь видна четкая линия обрезки кустарника. И даже убран мусор. Екатерина Чернышева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.